День добрый! Здравствуйте! Я вас приветствую! А я-то как рад! Скажите, такое количество народа, это каждый день так? Да, у нас тут всегда не протолкнуться. Наше семейное заведение открылось еще во времена Османской империи, в 1635 году. С тех пор спрос всегда был. То есть, вот эта фотография, это ваши родственники? Да, мужская половина семьи. Это несколько поколений управляющих. Я пятый по счету владелец. Мой сын шестым будет. И все эти годы здесь неизменно подается менингич. Готовим мы его из таких вот плодов. То есть, это не совсем фисташки? Нет-нет, это не орехи в чистом виде, а плоды дикорастущих фисташковых деревьев. Они называются, как и напиток, менингич. А можно попробовать? Конечно. На вкус фисташки. Те, кто не знают, из чего менингич делается, так и думают. А кто вообще придумал делать вот из этих зернышек, жареных и нежареных, напиток? Мои предки и придумали. Сначала попробовали со свежими, а потом с обжаренными. Получилось еще вкуснее, чем обычный кофе. Но по факту от кофе в этом напитке, кроме технологии, ничего нет. И кофеина тоже. Так что даже детям пить можно. Ну что, я готов учиться варить менингич. Мой сын Селим тебя научит. Так, агрегат нам понадобится вполне себе кофейный. Классическая турка. Только внутри не кофейные зерна, а измельченный менингич с молоком и сахаром. Варен на сильном, вернее, даже на очень сильном огне. Мне счастье, что мы ракету в космос запускаем. То есть моя задача, чтобы он не убежал. Да, и мешать хорошо. Скажи, пока папа не слышит, а заняться какой-нибудь другой профессией у тебя не было идеи? Нет, это не по долгу. По любви. Менингич начал закипать, так что разливаем его по чашкам. По очень красивым чашкам. Ну-ка покажи. Ну, хорошо дела идут у кофейни. Спасибо, не жалуйся. И желаю, чтобы дальше еще лет 400 шли еще лучше. Ну, а подается менингич с менингичем. Так вкус получается еще более насыщенным. Очень вкусно. Прямо как десерт. Сладенький, со вкусом фисташек, очень похож на какао. Наслаждайся. Приятного аппетита. Понимаю, что преемственность поколений для вас не пустой звук. Есть у вас секрет, как правильно воспитывать детей? Своим примером. Это в целом в традиции нашего города. Воспитывать детей так, чтобы они хотели продолжить твое дело. Они с самого детства уже понимают, как это важно для родителей. Признайся, отец строгий? Нет. Точно нет. Честно? Да. Честно? Он не слышит нас. Разве что иногда. И... А может, еще и по десертику с фисташками? Что думаете? Я за. А называется этот десерт катмер. Тончайшее, хрустящее тесто с сочной начинкой из фисташек и каймака. Это что-то вроде густых сливок. Угощать меня шеф-повар вызвался лично. Начали с классической версии. А. Турецкое гостеприимство. Главное, турецкое гостеприимство. Отказаться невозможно. И молоко, молоком запивай. Молоко? Да, они с катмером, идеальная парочка. Вкус лучше раскрывается. Прям сливочные фисташка. Знаешь, почему в Газиантепе все улыбаются? Эту вкуснятину с утра едят. И настроение хорошее весь день, и все дела спорятся. Я быстро принял совет на вооружение и перешел ко второму катмеру. Размером с пирог. В нем меньше сахара, зато больше каймака. Очень вкусно. Молочность выше, сладость выше. Больше кусать надо. Гляди. Чтоб день вдвойне хорошим был. На очереди особый праздничный катмер. Такой принято дарить на свадьбы и тем, кто вам дорог. Начинки в нем кажется в 10 раз больше, чем тесто. Вкуснятина. Это мой фаворит. Твоя жена, наверное, счастливая женщина. Она работает с утра до вечера. Но жизнь сладкая. А то. Вместе столько лет сладости готовим. Ну и на десерт. Десерта. Катмер шоколадный. Ну вот это ж сладко так сладко. Это для тех, кто плохо улыбался. Точно, точно. Спасибо.